Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюрашворд и с вами я, Юрий Гемифов. Мы с вами всегда говорили о том, что внутренние дела и внутренний беспредел в России – это вещь далеко не безобидная и рано или поздно это аукнется. Ну, как говорится, доигрались, в общем. Дело в том, что вчера, 23 января 2022 года, на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов был размещен один очень любопытный документ. Давайте мы его посмотрим. Вот этот документ. Давайте мы его с вами посмотрим на русском языке для того, чтобы нам было удобнее. А именно это предупреждение американцев от поездок в Россию. Ну, начинается это из-за напряженности на границе с Украиной, это понятно. Но я хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь. Связанных с ограничениями на въезд, терроризмы и, вот внимание, преследований со стороны российских силовиков и произвольное применение местного законодательства. А также, вот еще одно, по всей России существует возможность преследования иностранцев, в том числе посредством нормативных актов, специально направленных против иностранцев. Вы поняли, о чем идет речь? То есть, иными словами, сейчас уже во всем мире, во всем мире понимают, что из себя представляет путинский режим. А именно, это режим беспредельщиков. Ведь, понимаете, давайте мы сразу поймем, что Госдепартамент Соединенных Штатов, это не та организация, которая будет заниматься фейками в стиле Скобеевой. Нет. Это слишком серьезная контора для того, чтобы ля-ля-ля, просто так размещать подобного рода информацию. Потому что на Западе люди привыкли отвечать за слова. Вот, ребята, вот элементарнейший пример, ну, что мне ходить далеко. Вот вам, пожалуйста, что адмирал Бундесвера, он неосторожно брякнул о том, что он уважает Путин. Это Каяхим Шамбах, командующий немецким флотом. Он просто, будучи на конференции в Индии, об этом пишет BBC, сказал, что Путин ищет и заслуживает уважения, а Крым никогда не вернется в состав Украины. На следующий же день поднялся скандал, он назвал свое выступление ошибкой, я имею в виду Каяхим Шамбах, и ушел в отставку и заявил необдуманные заявления, которые я сделал в Индии, ложатся все более тяжким грузом на мое ведомство. Я считаю этот шаг необходимым, чтобы уберечь флот Германии, Бундесвер и всю Федеративную Республику Германии от нанесенного мной ущерба. Вот вам, пожалуйста. Это сказал цивилизованный человек, ответственный чиновник в цивилизованной стране. Напоминать о том, что несут российские чиновники, я полагаю, дорогие друзья, нет необходимости. Ну уж, одни из заявлений Кадырова, чего стоят. Но вот то, что сейчас произошло, когда уже открытым текстом, подчеркиваю, открытым текстом России присваивается самый строгий четвертый уровень и уже открыто говорят, что законодательства в России нет, оно применяется произвольно. Именно поэтому гражданам Соединенных Штатов рекомендуется воздержаться от поездок в Россию. И это не мелочь. Дело все в том, что уже во всем мире поняли суть путинского режима. Во всем мире. Уже четко и ясно дают, да не то, что дают понять, это уже открыто об этом говорят, без икивоков. Что в России, в Кремле, засели беспредельщики и надо держаться от них подальше. Да. Великий геополитик Владимир Владимирович вот так сработал. Вы понимаете, ведь проблема вся состоит в том, что вот подобного рода заявления, они появляются в мире не в первый раз. Но в отношении кого? В отношении, назовем прямо, банановых республик, типа Чада, Уганды, Центрально-Африканские республики и так далее. И разного рода талибов, запрещенных в Российской Федерации. И режима сумасшедших Ай-Эту в Иране. Но когда это появляется уже в отношении страны, которая еще недавно была в большой восьмерке, еще недавно была в большой двадцатке, и Путин был вхож во все кабинеты, да. Тогда, уже на сегодняшний день, надо признать, много лет назад мы вынуждены были констатироваться, что как бы мы ни относились к Владимиру Путину, тем не менее, ну да, страну уважают во всем мире. Да. А теперь что? Банановая республика. Режим беспредельщиков. Великая внешняя политика. Замечательно. Кто друзья России? Это же назвать-то сейчас стыдно. И уже, вот понимаете, я раньше бы еще решил, что это написало то, что я вам сейчас хочу показать, издание Панорама, а теперь это официальная новость о том, что Венесуэла готова оказать России военно-техническую помощь при ухудшении отношений с США. Да, и это заявляет посол Российской Федерации в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. И он заявляет это в эфире канала Соловьев Лайв. Вот, знаете, тут после вот этого, так сказать, до речи теряешь и думаешь, нет, это, наверное, издание Панорама. Ничего похожего. Это посол заявляет. Доигрались. Да выдрючивались. Да выпендривались. Да скрепились, так сказать. Молодцы. Великолепно. Ну, что я могу констатировать-то в итоге, дорогие россияне? Констатировать то, что теперь уже четко надо признавать, что Россия – это банановая республика, бензоколонка, страна третьего мира, которую серьезные дяди просто не воспринимают, ну, как говорится, как равного партнера. Всерьез не воспринимают. И нельзя воспринимать. А что вы хотите? Будет хулиган бегать по двору с ножичком. Ну, да, он будет какое-то время привлекать внимание. Но в итоге все скажут, с ним нельзя водиться. С ним нет смысла разговаривать. К нему не надо приходить в гости, это опасно. Понимаете? В итоге Россия становится для всего мира холерным бараком. И это, друзья мои, это не оскорбление. Это диагноз, если угодно. Это не попытка сказать «сам ты дурак». Ни в коей мере. Это постановка диагноза. Другой вопрос. Обратимо ли это? В принципе, все в мире исправимо. Вопрос, за какой срок? Я напомню. 12 лет гитлеризма аукнулись Германии так, что 40 лет после окончания войны, если не больше, Германия поминала. И Германии поминали те события. Сколько России это будут поминать? Я не знаю. Но боюсь, и мне не доставляет удовольствия это говорить, что изменение имиджа России вряд ли произойдет при нашей жизни. Впрочем, друзья мои, я же, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Ньюрошворд. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok